Рекордное количество биткоинов продается на рынке прямо сейчас, но и покупки, особенно от крупнейших финансовых институтов, бьют рекорды, такого мы еще не видели. Да, давление продавцов слегка больше, именно поэтому пока S&P 500 и NASDAQ достигают новых исторических максимумов, биткоин находится в районе 40 тысяч долларов. Рекордные суммы биткоинов продаются через Grayscale, GBTC, FTX, Celsius и других. Но что если я скажу, что все на самом деле гораздо масштабнее, чем кто-либо может себе представить? Не забудь поставить лайк прямо сейчас, это очень помогает каналу. Поставил? Большое спасибо. Итак, 9 спотовых биткоин ETF-ов покупают почти 13 тысяч биткоинов каждый день. Интересно, что ежедневная добыча новых биткоинов гораздо, гораздо меньше. Например, вчера было добыто 783 новых биткоина. Нужно отметить, что среднедневная омиссия биткоина составляет 900 монет на данный момент, но она сократится спустя 3 месяца после биткоин-халвинга на 50% до 450 биткоинов, что сделает биткоин еще дефицитнее. Иными словами, сейчас каждый божий день покупается в 10 раз больше биткоинов, чем создается. Это невероятно много. И я называю это бомбой замедленного действия, которую мало кто замечает. Ведь многие люди ожидали, что запуск спотовых ETF-ов обрушит цену биткоина и продолжит давить ее. Я понимаю их чувства теперь. Они уверены в своей правоте на 100%, и это по факту. Но что, если я скажу тебе, что на самом деле в ближайшем будущем произойдет прямо противоположное? Это будет самая большая ловушка в ловушке всех времен и народов. Как мы только что говорили, биткоины ETF-ы покупают около 13 тысяч биткоинов в день. И это всего за 8 дней торгов. Эти цифры могут резко вырасти. Только за первые 8 дней объем торгов составил 20 миллиардов долларов, включая полтора миллиарда долларов объема только вчера, за один день. Это настолько гигантские объемы, что на данный момент BlackRock держит около 45 тысяч биткоинов на сумму 1,8 миллиарда долларов. Кстати говоря, сумма очень близка к тем 2 миллиардам, которые BlackRock заготовил перед тем, как запустить спотовый биткоин ETF. Похоже, что они почти потратили всю эту сумму. Майклу Сейлору и микростратегии, например, потребовалось 3-4 года, чтобы накопить около 200 тысяч биткоинов. И всего за пару дней BlackRock поглотил практически четвертую часть от этой суммы. И это только BlackRock. А ведь есть еще 8 других ETF-ов. Так что это хорошо иллюстрирует, что именно сейчас происходит. BlackRock уверенно идет к тому, чтобы стать крупнейшим держателем биткоина после Сатоши Накамото. И мы видим, что BlackRock, Fidelity и все эти другие ETF-ы накапливают биткоины. Все, кроме GPTC, который активно распродается. Это означает, что все эти покупки от BlackRock, Fidelity и других сталкиваются с продажами от GPTC. Но это не может продолжаться вечно. Грейскейл отправил еще примерно 20 тысяч биткоинов на сумму около 3,25 миллиарда долларов на Coinbase с целью продажи. И, разумеется, они делают это практически ежедневно. Кто-то пишет, что скоро все это стабилизируется, когда у Грейскейл закончатся их биткоины, например. Правда, JP Morgan считает, что продажи GPTC по большей части завершены. Однако, если они продолжат сокращать свой счет, у них есть еще около 500 тысяч биткоинов. И если они будут продолжать продавать их в текущем темпе, около 10-15 тысяч биткоинов, то этого хватит приблизительно на 40 дней. В любом случае, сейчас масштабная картина заключается в том, что на самом деле речь идет о миграции монет биткоина, а не про продажи или покупки. Биткоины просто меняют своего владельца с Грейскейл на BlackRock и Fidelity. Но самое интересное, что несмотря на это все, биткоин все еще находится на уровне 40 тысяч долларов. Хотя мы видим самое большое давление продавцов в его истории. Люди говорят, что это впечатляет. Ведь посмотри, что творит Грейскейл. Каждый день продажи, 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 а цена биткоина держится выше 40 тысяч долларов. British Hold комментирует это весьма интересным способом. За 9 торговых сессий, пишет он, с момента запуска спотовых биткоин ETF-ов, чистый новый приток составил около миллиарда долларов. То есть около 100 миллионов долларов в день. На рынке, где GPTC вынужден продавать биткоины на 500 миллионов долларов в день. А биткоин все еще держится выше 40 тысяч долларов. Я так горжусь биткоином сейчас. На фоне самых агрессивных продаж в истории, биткоин поддерживает здоровую фазу консолидации. Когда еще мы видели, чтобы на протяжении 10 дней его продавали на полмиллиарда долларов в день. Год назад продажи на 500 миллионов долларов в день в течение 9 торговых сессий подряд полностью бы уничтожили цену биткоина. Да, если бы биткоин стоил 16 тысяч долларов, как это было чуть более года назад, на фоне таких продаж цена могла бы улететь и до 8 тысяч долларов. Но сегодня BlackRock и Fidelity вместе вкладывают чуть менее 400 миллионов долларов ежедневно. Что несколько компенсирует продажи от GPTC, которые все же превышают покупательное давление от двух крупнейших управляющих активами в мире. 400 миллионов долларов для BlackRock и Fidelity это буквально доля процента от суммы активов, которыми они управляют. Учитывая все это, я не могу представить себе, как можно быть медведем сейчас. У Grayscale осталось 500 тысяч биткоинов и если они продолжат продавать их в текущем темпе, этого хватит максимум на 40 дней. В таком случае цена биткоина, конечно, может просесть еще немного, однако и вся эта сага с продажами вскоре закончится. CryptoCon указывает на потенциальную цель в 28 тысяч долларов за биткоин, как наиболее медвежий сценарий. Двухсотая скользящая показывает одну из самых больших коррекций для биткоина в его истории, пишет он. Цель 28 тысяч долларов. Очень агрессивный сценарий и мне кажется он несколько нереалистичен, но мы должны учитывать такую вероятность. Возможно, есть смысл даже расставить ордера на покупку в районе 28 тысяч плюс-минус 4 тысячи долларов. С 32 до 24 тысяч. Кто-то до сих пор ожидает 10 тысяч долларов. Такую цену мы навряд ли увидим, просто посмотри на графики, все станет очевидно. Этот индикатор и другие подобные ему показывают, что биткоин стремится вырваться выше этой средней скользящей. А после прорыва всегда пытается вернуться к ней сверху вниз, чтобы протестировать на предмет поддержки. Как это было в 2016 году, как в 2019 году. Но этого еще не было в этом цикле. Мы прорвались выше этой скользящей, но все еще не опустились назад, чтобы ее протестировать на предмет поддержки. И как раз этот уровень находится на отметке около 28 тысяч долларов. Поэтому, скорее всего, 28 тысяч долларов это самое нижнее значение, что мы сможем увидеть. Но это не гарантировано. Scalping Pro делится вот таким графиком сравнения 2024 и 2016 годов. И ты можешь увидеть, что мы находимся в очень похожей на 2016 год структуре. И там и там мы достигли дна, а затем увидели два скачка цены. И в 2016 году они закончились вот этой коррекцией. Что ж, мы переходим в такую в 2024 вот здесь. Что было после этой коррекции? Вот этот рост до нового исторического пика цены. Но заметь, что даже этот параболический взлет сопровождался коррекциями. Здесь, здесь, здесь и здесь. При достижении отметок предыдущего топа, вот здесь, мы видели вот эту коррекцию. То есть мы пробили предыдущий хай не с первого раза. Это нужно отметить. И самое интересное, достижение нового пика сопровождалось огромными зелеными свечами. Посмотри. Это то, что называется God Candle. Свеча бога. Другими словами, Blow of Top. Запомни, пока мы такого не увидели, мы не можем говорить о достижении исторического пика и начале медвежьего рынка после. В этом цикле, как ты видишь, пока что God Candles и Blow of Top мы не наблюдали. Давай я попытаюсь убедить себя в том, что мы упадем до 10 тысяч долларов. И у нас будет медвежий рынок в течение следующих 5 лет или что-то вроде того. Я долго ломал голову и не смог найти ничего, что могло бы к этому привести. Даже если Grayscale распродаст все свои 500 тысяч биткоинов, это, конечно, раздавит цену, но после того, как они обнулят свои запасы, продажи закончатся. Единственным результатом этого будет миграция монет от Grayscale к BlackRock и Fidelity. Поэтому я не знаю, что должно случиться, чтобы биткоин упал до 10 тысяч долларов. Падение метеорита, ядерная война, гражданская война в США или масштабные природные катаклизмы. Возможно, болезнь X? Посмотри на эти фракталы из прошлого. Это сравнение прошлых бэчих рынков с тем, что мы имеем сейчас. И все очень-очень похоже. Посмотри, в трех циклах прошлого был вот этот флэш-крэш цены. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Но в этом цикле мы его еще не наблюдали. Может ли он случиться? Очень вероятно, что да. Цена может вернуться к этой поддержке, которая вот здесь была сопротивлением, по примеру, прошлых ситуаций. Как я только что сказал, возможно, мы можем упасть до 28 тысяч долларов как раз на этом уровне, чтобы продолжить рост дальше. Теперь, Джейми Даймонд пугает всех холдеров биткоина. Это тоже очень интересно, ведь Джек Мол, генеральный директор компании Strike, тоже отметил кое-что в интервью Блумберга. Джейми Даймонд, как ты помнишь, всегда выступал против биткоина, называя его преступным и все такое. Джейми Даймонд, он же банкир Джеффри Эпштейна. Знает о преступности гораздо больше, чем кто-либо другой. Не буду вдаваться в подробности, просто погугли остров Джеффри Эпштейна, чтобы понять, о чем идет речь. Там слишком много гадостей, за которые YouTube может заблокировать это видео. Определенно, Джейми Даймонд придерживается правила, когда у тебя есть достаточно денег, преступления становятся законными. Так что он, в кавычках, легально совершал преступления десятилетиями. А потом просто платит пару миллионов или миллиардов долларов и все в порядке. И теперь самое ироничное. Этот парень, король мошенничества и манипуляций, обеспокоен тем, что децентрализованные открытые финансы, то есть биткоины и криптовалюты, потенциально могут быть использованы для плохих вещей. Мошенничество, уклонение от налогов, отмывание денег, торговля людьми. Джек Мол говорит, что его не волнуют такие высказывания. Почему кого-то вообще должны волновать слова этого парня, который совершил преступлений больше, чем все криптотрейдеры вместе взятые? Кстати, я сделаю про него еще два видео, чтобы ты понял, насколько Джейми Даймонд и Джей Пи Морган манипулируют нами и нашими деньгами с целью получения выгоды. В любом случае, S&P 500 только что установил новый исторический пик. NASDAQ и Dow Jones сделали то же самое. Для меня это выглядит как инсайт о будущем криптовалютного рынка, который нового исторического пика пока еще не достиг. Если фондовый рынок продолжит бычь и ралли именно в нужное время, то это идеальный рецепт для биткоина. Не говоря уже о том, что возможно, нас ожидают сокращения процентных ставок. Теперь об этом задумались не только ФРС США, но и Европейский Центральный Банк. Вслед за процентными ставками нас ожидает количественное смягчение. Например, Китай уже начинает. Китай, как сообщается, рассматривает пакет мер по спасению акций, который может включать в себя вложения в размере 2 триллионов юаней, 278 миллиардов долларов США, для поддержки китайских акций. Кстати, эти новости выходят у меня в телеграм-канале, ссылка на него в описании. Подпишись. Еще одна важная вещь заключается в том, что, допустим, СЕК проиграет свой иск против Coinbase. Что, я думаю, очень вероятно. Судья по делу СЕК против Coinbase, например, раскритиковал закон о ценных бумагах 1933 года. По его словам, этот закон устарел и сам по себе не допускает новых технологий, таких как криптовалюта. Судья говорит, что нам нужны новые законы для криптовалютного рынка, а старый 90-летний тест Хоуи, тест на ценную бумагу, не должен применяться к криптовалюте. Иными словами, СЕК просто громят в судебном зале, а исход может быть очень позитивен для криптовалюты в виде нормальных правил функционирования, работы и развития криптоиндустрии на территории США. Это будет еще один сумасшедший бычий катализатор для пространства. Итого, у нас есть огромное количество бычьих вещей, которые могут произойти не только в ближайший год, но и в ближайшие несколько месяцев. И как можно относиться к этому негативно и помедвежьи? Я не знаю, напиши в комментариях. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok